Я покажу, как собрать простой обогреватель мощностью от 10 до 100 кВт. Для этого нам потребуется стальная проволока и провод. И по сути, больше ничего не надо. При сборке первого образца я отрезал кусок проволоки длиной 3 метра при диаметре 1,7 мм. И подключил к ее концам 220. Ток в этой цепи достигает 100 А. Поэтому лучше подключаться напрямую к автоматам, чтобы проводку не спалить. Зашевелилась. Держи, держи, держи. Свет не потух. Держи, держи. О, пошло. Пошло так прикольно. Держи, держи. Я тепло, аж тут чувствую. Стой, я отойду, чтобы было видно. Держи, держи. Нехромовая проволока не подойдет. Из-за ее высокого сопротивления с нее можно снять всего 1-2 кВт. А вот сталь имеет ниже сопротивление, за счет чего мощность гораздо больше. Сразу после включения ощущается тепло. А спустя минуту прогревается стены и мебель. Такое не под силу обычному обогревателю. Для удобства и безопасности рекомендуется намотать проволоку на звездовую трубку с ножками. Держи, 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 держи. Мощность зависит от толщины и длины проволоки. О, ля-ля-ля-ля. Но не нужно брать слишком короткую, иначе расплавится. Ну как тебе? Я собрал 4 экземпляра и результаты выписал здесь. А это уже экземпляр на 100 кВт из 3-х миллиметровой проволоки. Его мощность настолько велика, что можно отапливать улицу или большие помещения. Жарко, как возле костра. Ток в цепи достигает 500 ампер. Ты скажешь, да не выдаст сеть такого. А вот и нет. Большинство сельских сетей с легкостью держит сотни ампер. А в многоквартирных домах и того больше. Кстати, КПД у таких обогревателей выше, чем у колориферов, радиаторов и тепловентиляторов. Потому что прогревается не воздух, а сами предметы. Инфракрасными лучами. Как видишь, ничего сложного. Будь осторожен с электричеством и ничего не подожги. Скоро будет много новых видео. Подпишись, чтобы не пропустить. Обсудить идеи можно в нашей группе ВКонтакте.